Ну и, конечно, 1 января после, так сказать, интенсивного праздника отоспаться и прийти к телеэкрану с билетиком, на котором написано волнующее сердце слово «миллиард». И всей семьей сыграть, что-то выиграть. А глядишь, кому-то-то обязательно повезет. И с интересом ждать, кому. А потом мы узнаем, кому, и познакомимся с этим счастливчиком или с этими счастливчиками, как получится. Я чемпион Москвы 1968 года. Наверное, сейчас я напугаю всю молодую аудиторию. Девушки с ужаса подумают, боже мой, когда же это было? Это было в прошлом веке. А. Вот. И вице-чемпион СССР 1969 года в составе команды Московского горного института. Я тогда там учился. Вот. И до сих пор Саша Масляков, который ко мне очень хорошо относится, иногда приглашает меня на какие-то, значит, игры, на какие-то передачи. Вот. И я с удовольствием хожу. Иногда сам напрашиваюсь, когда скучаю. Ну, КВН – это вообще целая эпоха. Да вы что, там очень талантливые ребята есть. Ну, по крайней мере, вот этих первачей 5-6 – прекрасное чувство юмора. И прекрасное импровизационное самочувствие. И они, в общем, сейчас на пике какой-то популярности. Это всеобщая любовь дает им внутреннюю свободу. Они бывают очень смешные. Очень смешные. Я иногда с удовольствием смотрю. Ну, вот, а когда они играют, значит, какие-то фильмы или какие-то, значит, такие миниатюрные драматургические произведения, вот там есть определенные недочеты. Я бы посоветовал многим учиться. Я забыл фамилию этого парня, который закончил школу-студию МХАТ. Он был таким ярым КВНщиком. Сейчас не вспомню его фамилию. Вот он молодец. Учиться надо. Учиться надо. Я думаю, что у них все бы получилось. Но их не очень интересует сыграть какие-то роли, сыграть Гамлета или сыграть Жадова. Я думаю, что это им неинтересно до поры до времени. А может появится такой интерес. А вот там надо будет учиться. Потому что в жанре такой стэмовской миниатюры они чувствуют себя прекрасно. Вот. И я как-то спросил у одного очень известного деятеля комедий-клаб. Я говорю, приходите к нам на спектакль. Говорит, я в театр не хожу. Ну, я понимаю. Ну, может быть, все это изменится. Ведь человек растет, меняется. Они же думают, что они вечные. Да. Понимаете? А потом ведь проходит время. И другая волна приходит, другая генерация. И наивно полагать было бы, что их не сменит. Ну, когда-то наша программа шла в прайм-тайм. На первой... По телеканалу «Россия». И я собирал стадионы. Ну, всему свое время. И сейчас они собирают стадионы. А потом уже где-то в далекой провинции уже ходит в школу мальчик, который сменит их на этом посту. Это надо понимать. Ну, я театральный режиссер. И достаточно зрелый с точки зрения профессии и времени пребывания в режиссерском кресле. И достаточно самостоятельный в своих театральных суждениях. Поэтому меня московские театры приглашают редко. Со мной как поработают артисты, потом еще хотят. Ну, а руководство театра начинает ревновать. У нас такая профессия, знаете, это же все-таки каждый театр – это прайд. Вот. Поэтому старший в прайде должен лапой убить всех молодых щенков. Вот. Ну, я ставил в театре сатиры, в театре Ермоловой, в московском театре опереты. Ставил за границей, в Латвии. Вот последние премьеры, которые прошли – это свадьба Кричинского в Тверском академическом театре. И буквально вот у нас во второй половине ноября была премьера «Фигирейду, Лиса и Виноград» – азербайджанская студия. Дипломный спектакль. Вы знаете, я строгий в отношении и к себе, и к профессии. Вот. А к ученикам я не строгий. Ну, если говорить о каких-то наших взаимоотношениях просто. Преподаю я давно, уже 30 лет. В театральном институте, а сначала в театральном училище Мищукино. На кафедре режиссура и на кафедре мастерства актера. И в ГИТИСе заведую кафедрой эстрадного искусства. А в Щукинском – кафедрой режиссуры. Выпустил, я не считал, но, наверное, ну, каждый курс – это 4 года жизни. Иногда возникали параллели, но, наверное, 7 режиссерских курсов в Щукинском училище. Актерский курс. Вот сейчас Азербайджанская студия – актерско-режиссерский курс. Ну, и в ГИТИСе тоже, наверное, курсов 5-6. Относительно звезд. Ну, это они становятся звездами, они потихонечку становятся звездами. Вот вчера снимался вместе с Ноной Гришаевой, который преподавал много-много лет тому назад. Хотя она по-прежнему очаровательная и молода. Речь не об этом. Когда-то в Щукинском училище работал вместе с Катей Гусевой, которая была ассистенткой, кстати, у меня на «Русском лото». Санечкой Марковой, артисткой театра «Ермоловой». Сашей Семчевым, артистом Московского художественного театра. В 2005 году выпустил курс актерский. Там на моем курсе, уже 15 лет, как я их выпустил, учились Светлана Колпакова из Московского художественного театра, Дима Гисбрих из театра «Ленком». Володя Фекленко, который был в театре Станиславского, но он сейчас больше в кино снимается. Светлана Хоченкова, которая снимается только в кино. Мария Казначеева в театре Романа Виктюка, Казбек Кибизов в театре Маяковского. Очень много ребят, которые работают, режиссеры мои, выпускники, в театрах областных, городских. Вот скоро мы будем отмечать 60-летие режиссерского нашего факультета, 9 декабря, и у нас будет такой лозунг «Вся Россия – наш сад». Везде работают ребята, да. И за границей тоже работают наши выпускники. Вот самая такая отдаленная студентка моя сейчас – это Танечка Дягилева, она в Сингапуре работает. Преподавал в театральном училище Мещукина, играл в театре. И вот, когда мой друг и товарищ по команде КВН Горного института Артем Михайлович Тарасов, первый советский миллионер и предприниматель, и вице-президент Союза кооператоров России, и мой очень близкий и дорогой друг, он, значит, предложил эту историю. У него было масса проектов, у него вообще голова работала в этом смысле удивительно. Я это говорю не потому, что его нет в живых уже вот как два года, а потому что, ну, это действительно был человек, рожденный для сферы инноваций. Он собирал это, он все это любил. Он собирал этих людей, которые придумывали, изобретали, приносили. Мы даже с ним передачу такую делали. Умный нашелся, которая шла по ТВ-6 в течение нескольких месяцев. И мы там играли роль, и он был как раз все знающий инноватор, а я был дилетант, который ничего не понимает. Хотя мы оба, значит, имеем инженерное образование. Ну, вот у нас такие были роли. И вот он придумал эту, генерировал эту идею, русское лото, и на первых порах ее стали, значит, воплощать в жизнь, но там не получалось. Вот. Не было режиссерской руки, и он меня тогда попросил этим делом заняться как режиссера. Вот. И я начал работать в этой программе, а потом, буквально это там несколько недель прошло, по-моему, семь передач, это месяц прошел. Вот. И ведущий, Сережа Детятев, решил уйти из программы. Вот. Еще попробовали там Москалева, и это тоже не получалось. И тогда просто меня вытолкнули в эфир, вот и все. Ну, а я уже имел опыт работы на телевидении, я с 11 лет на телевидении. Я был в детской редакции таким маленьким артистом, потом лет в 15 нас сменили первокурсники театральных учебных заведений, мы уже были примерно одной фактуры и одного возраста. Потом я вернулся еще раз на телевидение уже в 18 лет, будучи студентом в КВН, и имел этот четырехлетний опыт работы на телевидении. Вот. Ну и, естественно, третий раз, и книжка, которую я написал, так и называется, «Третье пришествие на ТВ». И вот третий раз я пришел в «Русское лото», где и пребываю до сегодняшнего дня. Художным руководителем передачи я был, я приглашал исполнителей, я занимался разработкой сценариев. Да мы вообще делали эту передачу втроем. Администратор, режиссер и я. Вот. Ну, естественно, я не беру в расчет съемочную группу. А вообще у истоков «Русского лото» стояли очень умные, креативные и ныне очень известные люди. Это художник Борис Краснов, который разрабатывал, значит, студию, оформление студии и дизайн, в том числе и дизайн костюма. Значит, Саша Файфман, который занимался техническим обеспечением и креативом. Игорь Крутой, который занимался, он нам, значит, формировал музыкальный ряд, исполнителей приводил. Вот. Потом Лисовский, который занимался рекламой «Русского лото». Да. Поэтому там Артем Михайлович Тарасов, который был отцом-прародителем этой идеи. Так что, в общем, у нас компания такая была. Ныне, так сказать, людей, которые реализовали себя и стояли у истоков. Поэтому, может быть, она и живет так долго. Хорошие, здоровые родители были, понимаете? Да много. Вы знаете, я же провел много выездных тиражей. Это более 40 выездных тиражей на стадионах, в цирках, в самых крупных областных центрах Российской Федерации. Трудно назвать какой-нибудь крупный областной центр, где бы мы этого не делали. Это и от Калининграда до Иркутска. До Владивостока нет? Нет, до Владивостока не доехали. Ну, конечно, Новосибирск, Томск, Омск. Здесь, в России, это и... Здесь, сюда, ближе к границе, это был Оренбург. Туда, наверх туда, и Калининград. Но я не говорю про Питер и Москву. Тут нечего говорить. И центральная полоса России. Ну, что перечислять? Что за пункт? Поэтому я очень много людей видел. Я же там просто мешком шел по трибунам. Как Дед Мороз. Да, как Дед Мороз. И вытаскивали бочонки люди, которые... Собираются 30 тысяч чебоксарок на английском стадионе. Вы понимаете, что это такое? Ну, это как вот... Как Алла Пугачева. Вот так ты стоишь один. И только Алла Борисовна поет, прекрасно. А тут я только разговариваю с людьми, общаюсь. Вот здесь рождается сюжет. Я знакомлюсь с ними. Одних поженил. Прямо на трибуне. Не поверите просто. Ну, просто идешь... Местные предприниматели учреждали призы. На каждый номер ставили приз. Ну, допустим, у него там... Не все выявили. Так, на проспекте... Там, не знаю, на лесном проспекте дом 32, у него там парикмахерская. И он выставляет там косметику какую-то. И вот тот, кто вытащит бочонок 32, получает косметический набор. И мы от этого... Трансляция идет по этой области и по этому городу, где мы работаем. И вот иду по трибуне, и сидят какие-то, значит, два парня. Вот. И... Ну, я наугад, как мне... К интересным людям подхожу. Вот вытащите бочонок. Вот. И девушка одна сидит, ну, чуть выше. Я... Значит, к парням они... Можно? Я говорю, подождите. Вот к девушке. А вы чего одна? Он говорит... А она говорит, а я не одна. Я говорю, а где ваш спутник? Где молодой человек? Он говорит, а вот он. Я говорю, а почему он сидит внизу? Ну, ему там с другом интереснее поговорить. Я к нему спускаюсь. Я говорю, слушай, а... Такая интересная твоя девушка. Он говорит, ну, да, я... Это моя. А вы давно с ней... Как бы... Дружите, общаетесь? Ну, говорит, уже года два. Я говорю, ну, и какие у тебя планы по отношению к ней? Ну, какие планы? Никаких планов. Ну, как я... Как никаких планов? Девушка, пойдемте со мной тогда. Она говорит, да никуда я не пойду. Я говорю, смотри, у тебя уведут ее. Да куда они уведут? Я говорю, а что ж ты так на нее внимания не обращаешь? И вот так я с ними разговариваю. А потом говорю, а ты вообще собираешься как-то вот ей предложение когда-то сделать? Она же уже вот в таком возрасте, когда она тебя ждет этого. Он говорит, да ну, сейчас... И, короче говоря, я его уговорил за пять минут. И я говорю, ну, вот при всех. А стадион начинает орать все. Давай. Давай. Вот. И я их свел, и он ей сделал на моих глазах, здесь прилюдно, сделал ей предложение. Я говорю, становись на одно колено. Кольца у тебя нет? Я говорю, нет. Ну, жалко. Вот давай сейчас мы... Кто-нибудь, кольцо дайте. Вот. И я их так поженил. Обручил. Вообще история-то не новая. Уже третий год подряд мы разыгрываем миллиард. По-моему, уже все адаптировались, и надо задумываться над тем, что разыгрывать триллион уже. Вот. Ну, а что тут думать-то? Вот написано миллиард. Естественно, он будет разыгран. Потому что призовой фонд не принадлежит компании. Он должен быть разыгран. И если кто-то выиграет его, а его обязательно кто-то выиграет, потому что он разыгрывается только среди купленных билетов. Ну, вот если, предположим, кто-то выиграет и, ну, выбросит билет, не поймет, что он выиграл миллиард, ну, он перейдет в доход государства. Но он все равно не принадлежит компании. Вот уже есть две женщины, которые в прошлом году разделили на миллиард по 500 миллионов, уже положили куда-то деньги, уже дорогу построили за счет одной из них, поселку, где она живет. Все идет нормально. Ну, да, конечно, каждый там занимается со своими делами. Люди же не подготовлены к тому, что я завтра буду делать с миллиардом. Вот. Поэтому как-то надо готовиться к решению этих проблем. И сиди, думай, что я буду делать с миллиардом. Нет, не миллиард, значит, собирает нас у телеэкрана, а вообще русская лото. Уже 25 лет. Вот. Поэтому это такая передача, она семейная. Семейная застольная игра. Ну, объединяющая людей с таким типично российским азартом. Вот такой виловатый немножко такой. Ну, как, знаете, вот угли тлеют под, так сказать. Камин. Да, да, да. Ну, так уже. Но все равно очень горячий такой, по сути. Но достаточно сдержанный азарт. Потому что даже за семейным столом, когда играют на копеечке, и то возникает этот азарт. Вот. Ну, а здесь русская лото собирает вот уже 25 лет у телеэкрана всех. Потому что эта игра доступна всем. И младшему поколению. Мой сын вообще учился считать по этим номерам, по бочоночкам. Ну, вот. И среднее поколение, и старшее поколение. Ну, что нас может объединять, понимаете? Футбол бабушка не смотрит. И мама не смотрит. Значит, хоккей смотрит бабушка, но не смотрит мама. Значит, какие-то новостейные программы смотрит папа и бабушка, мама. Ну, и младшее поколение пока не очень интересуется информацией. Ну, и так далее. То есть, какой-то всегда разнобой. А здесь все собираются вместе. Ну, и, конечно, 1 января, после, так сказать, интенсивного праздника, отоспаться и прийти к телеэкрану с билетиком, на котором написано волнующее сердце слово миллиард. Вот. И всей семьей сыграть, что-то выиграть. А глядишь, и кому-то, кому-то-то обязательно повезет. И с интересом ждать кому. А потом мы узнаем кому и познакомимся с этим счастливчиком или с этими счастливчиками, как получится. Вот. И будем думать, как же им тяжело этот миллиард на что-то потратить. Поэтому Новый год будет аскетичным, как всегда. Мы встретимся за столом, четыре капли шампанского, салат оливье и спать. Хороший Новый год? Хороший. Видите, а вы мне завидуете. Ай-яй-яй. О работе я не могу не думать. Это непрерывный процесс. Это как доменная печь, ее задувать нельзя. Но потом известно, что часы ломаются не тогда, когда ходят, а когда лежат просто незаведенные. относительно того, как отдыхать, от всего этого, от всей этой круговертия, ну, думаю, что меня и занятия. Ну, а уж когда удается собраться с моими детьми, с моей сестрой, ну, это просто праздник. Во-первых, это профессия. Во-вторых, сейчас уже уже другое поколение занимается, значит, корпоративами, свадьбами, вот, потому что, ну, уже, так сказать, сегодня публика хочет видеть молодые лица. Ну, иногда меня приглашают, когда нужен опыт, когда нужны знания, вот, и я никогда не отказываюсь. Почему? Это работа. Это какое-то чистоплюйство. Вот я не буду вести свадьбу. Ну, во-первых, у кого? Во-вторых, значит, приходят люди. Какие люди? Ну, сейчас, разве что, может быть, я проведу свадьбу своего сына, когда он женится. Ну, я шучу, конечно. Но, почему? Александр Сергеевич Пушкин внятно всем объяснил. Не продается вдохновение, но можно рукопись продать. Самое главное в жизни, самое главное в жизни найти равновесие между реализацией того, к чему ты предназначен, и вниманием близким людям. Потому что, когда ты очень начинаешь увлекаться увлекаться реализацией отпущенных тебе Господом Богом и родителями возможностей, ты можешь потерять внимание к близким людям и упустить что-то очень в жизни очень важное. я очень увлечен работой. Все мои близкие, все мои студенты, они знают, что сначала репетиция, потом день рождения, сначала репетиция, потом насморк, сначала репетиция, потом все остальное. когда Спартак играет лучше не надо репетиций, но если так надо, то и сначала репетиция, сначала спектакль, потом все остальное. И вы знаете, я очень многое в жизни не додал своим близким людям, и сейчас пытаюсь это как-то наверстать, и иногда очень сожалею о том, что многие вещи уже невозвратны. Мечты у меня были, есть, и я надеюсь, что будут. Вообще я своим детям говорю, если перестану чего-то хотеть, мечтать, дайте мне яду. Вот. Потому что я считаю, что пока человек живет, ему все надо. Тот, кто говорит, мне ничего не надо, тот или лукавит, или он уже умер просто, знаете как. Мне, конечно, хочется, мне хочется быть комментатором футбольного матча. Я всегда мечтал быть комментатором, и у меня были определенные способности. Нынешний уровень комментаторов, ну, лучших наших, меня устраивает вполне. Это толковые и знающие люди. Они счастливые люди, они живут в этом мире футбола, и я уже сейчас не владею такой информацией, как они, потому что этим надо заниматься уже целенаправленно, меня отвлекают многие вещи. Ну, я многое знаю, я много знаю про футбол, я болельщик московского Спартака с 62-го года, представляете? вот. Когда у меня плохое настроение, я пересматриваю старые матчи Спартака победные и чувствую себя счастливым. Я мечтаю о том, что Спартак станет когда-нибудь хорошо организованным, нормальным человеческим клубом, без всякого шаманства и без всякой самодельщины, по-настоящему станет народной командой в плане финансирования этого дела. Вот. Когда его судьба будет не в одних руках, а может быть это будет акционировано. Я хочу быть акционером Спартака. Ну, хотя бы каким-то минимальным. Мне кажется, я бы мог предложить много толковых вещей, потому что, в принципе, режиссер и тренер — это профессии в чем-то очень сходные. Недаром же наше старшее поколение артисты Московского художественного театра, например, Яншин, Грибов или там старшее поколение театра Вахтангова, Рубен Николаевич Симонов, они все были поклонниками Спартака. Понимаете, не болельщиками, а поклонниками. Было общение команды с культурной театральной средой. Артисты приводили футболистов в театр. Артисты приходили на футбол, и футболисты знали, что пришли артисты. Бывали на тренировках, разговаривали, тренер знал. Но вообще, конечно, сейчас трудно себе представить, что какой-нибудь бразильский легионер Спартака Айртон или аргентинец Понсе придут в театр Вахтангова смотреть спектакль на языке, которого они не понимают. Но все равно они должны понимать, что это команда, за которой болеет интеллигенция, творческая интеллигенция Москвы и страны. Поэтому я бы мог многое привнести. Массовая психология команды и психология театра это близкие вещи. И мне кажется, что в организации не хватает профессионального менеджмента, какого-то бескорыстия. И той любви, которую мы же любили Спартак бескорыстно. Вы знаете, мне вообще сны снятся редко. И потом я плохо сплю. Я вчера в два часа приехал со съемок. А сегодня полдесятого пришла моя дочь. Мы работаем над альбомом, фотоальбомом моего отца, фотокорреспондента, военного фотокорреспондента, фотокорреспондента комсомольской правды, известия, красные звезды. Мы подписываем фотографии, его архив поднимаем. Поэтому я и спать-то не успел. А уж говорить про то, что снилось, это просто издеваться над самим собой. Спасибо. 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 Продолжение следует...